Всем привет продолжаем гулять по моему городку по Петербургу вот напротив Михайловского замка фонтанка 18 дом трехэтажный трехколонным коринфским портиком поддерживающим фронтон героем графа Левашова я вот с самого самого начала не буду вам рассказывать об этом в принципе рассказано в книге дома и люди Иванова я пользуюсь этой книги пользуюсь сайтом city walls ну и тем что найду в интернете надеюсь что конечно это правда изначально в середине 18 века берег фонтанки был пуст в этом месте отделялся от расположенного неподалеких храмовой или баховой как как сейчас нам называется улицы территории и бывшего зверового двора когда-то участок прилегающий территорию купил капитан Нертовский он разделил свой большой участок на двое продал часть выходящей в маховую ну в принципе о Нертовском ничего не известно особо то что известно что он был капитан дослужился до чина статского советника и умер бездетным вот примерно так 1816 году были пущены с аукционом все вещи которые принадлежали капитану фарфор мебель ну и так далее нашелся покупатель обер гермейстер пашков женат она сестре бывшего петербургского генерал-губернатора графиня Екатерина Александровна Толстой именно на ее имя и была совершена купчей Василий Александрович Пашков дед основателя секты пашковцев пашковцы это одно из названий секты евангельских христиан в России в конце 19 века но это вкратце конечно так вот Василий Александрович не отличался ни особенно умом ни тем более образованием но имел крепкую деловую хватку о нем шла слава как об очень хорошем заводчике дочь Пашковых Евдокии вышла замуж за бравого кавалериста командира лейбгвардии гусарского полка Левашова после смерти Пашкова и его супруге дом достался по наследству их дочери и в общем превратился в родовое гнездо трех поколений графов Левашова так про Левашова 1. Василий Васильевич отпрыски Екатерининского флегеля дютанта командира Семеновского полка Левашова Василий Иванович Левашов как о нем написано душевный циник который умел владить как с самой императрицей так и с ее сыном что было значительно труднее по словам самого Левашова секрет был прост когда государь любивший к нему обращаться начинал говорить непонятными намеками подкрепляя свои слова столь же немалопонятными жестами он отвечал ему знаком или гримасом что все прекрасно понял чем Павел всегда оставался доволен шикарная позиция Василий Иванович никогда не был женат но имел от разных связей несколько воспитанников и вот как гласит история перед одним из крупных сражений во время русско-шведской войны 1788-1791 годов Левашов послал Екатерине второе письмо такого содержания я имею от многих дам детей коих число последней ревизии 6 душ но как по теперешним обстоятельствам я легко могу лишиться жизни то прошу чтобы по смерти моей означенные дети которые я может быть и не отец были наследники мои вот так написано в письме к Екатерине государь мне приказала ответить что воля Левашова будет исполнена Василий Иванович на войне не погиб но намерение свое исполнил разделил внимание перед своим предполагаемым потомством ну конечно молодец молодец Левашов еще состоя на гражданской службе Левашов сделался известен великому князю Айсан Павловичу тот едва вступил на престол 30 марта 801 года назначает его майором литгвардии Кирасирского полка а вскоре переводит в кавалер Гацкий Василий Левашов участвует в Остерлицком, Полутурском и в различных других походах, сражениях с Наполеоном получает боевые награды в 1812 году в возрасте 29 лет он производится в генерал-майоры проходит всю отечественную войну но под Лейциком получает тяжелые ранения за что доставится ордена Святого Владимира Третьей Степени вернулся на родину в 15 году назначается командиром литгвардии гусарского полка разные о нем мнения, разные отзывы вот один из подчиненных говорил так что Левашов кроме того что был весьма неприятный членачальник был несносный человек, а занимался мелкими эскадронными учениями человек он был вообще не глупый, но пустой Александр Первый назначил председателем военного суда над зачинщиками беспорядков в Семеновском полку в 1820 году а вот Николай Первый членом Верховного суда да, Верховного суда над декабристами зная, что уже от Левашова пощады не будет царям, видимо, все-таки Левашов нравился к нему очень хорошо относилась вдовствующая императрица Мария Федоровна ласково именовавшая его в письмах черненькие усики ой, как это красиво но, к сожалению, в 1848 году Василий Васильевич умер от холеры видимо, что-то поел и когда он умирал, он завещал похоронить себя в новом парике «Хочу и в землю лечь молодцом» вот таковы были его последние слова ну, это так грубо о корнях Левашовых Левашов оставил после себя двух сыновей и дочь Екатерину старший сыновей Николай Васильевич генерал-адъютант в 1860-х годах занимал должность Орловского, а затем Тергурского губернатора в 1870-х годах исполнял обязанности помощника шефа жандарма управляющего третьим отделением после его смерти всего Левашовского состояния включая дом на Фонтанке и имение Осиновая Роща было еще у него сосредоточилось в руках младшего брата женатого на дочери графа Панина Владимир Васильевич его звали он много лет послужил на Кавказе сначала адъютантом наместника великого князя Михаила Николаевича а позднее кутаистским губернатором и дальше уже был переведен на должность градоначальника в Одессу большая должность очень много хорошего говорят о его жене Ольге Викторовне ее внучка княгиня Васильчакова пишет что бабушка светская женщина с высоким умственным интересом ее щедрости не было границ ни на одну минуту моя бабушка не оставалась праздной и праздность в других ее бесконечно раздражала она если не работала в саду сажая подстригая деревья то составляла оттолок своей библиотеке переплетала книги сжигала по дереву в этом она достигла большого художественного совершенства и все двери и панели дома на фонтанке были ее работа Ольга Викторовна обустроила зимний сад о котором также упоминает Васильчакова ну а третье поколение Левашовых составляли две дочери Владимира Васильевича старшая Мария мать Васильчаковой была замужем за князем Вяземским к их младшему сыну Владимиру в 1895 году перешли фамилии и титул графов Левашовых дом достался Екатерине это другая дочь которая долго не могла выйти замуж но после русско-японской войны вступила в брак с одним из участников обороны Порт-Антур интересно как они познакомились Екатерина и Константин Иванович Ксидо говорят что Екатерина Водушевленная героическая защита крепости после ее капитуляции пригласила в дом коменданта Порт-Артура Стесселя который был проговорен военным судом к мертной казни но помилованным царем и вот у них был такой кружок в котором собирались защитники Порт-Артура он имел цель объединения усилий и оказания взаимной помощи воинам Порт-Артурцам кружок создавал музей обороны крепости ведал выдачи медалей Дело в том что правительство России не посчитало нужным учить для доблестных защитников специальную награду тогда одна из ее союзниц Франция решила исправить эту несправедливость и по призыву газеты Леха де Пари французский народ собрал необходимые деньги на их частным образом были изготовлены медали в количестве 30 тысяч штук но самое интересное было другое на одной стороне был изображен героический лев а ниже надпись от Франции генерару Стейселю его храмным солдатам ну представляете медаль в общем-то на которой была написана фамилия человека который был приговорен военным судом к смертной казни долгое время медали хранились в морском министерстве и они никак не могли придумать что же с ними делать наконец пришло такое решение выдать кружку защитников в Порт-Артура с тем условием что с них на средства кружка удалены будут слова генерару Стейселю и отломаны ушки чтобы медаль нельзя было поносить на грудик награли ну конечно и кружок Порт-Артурцев на это не пошел но они и возвращать медаль во Францию не стали ну в результате все те одни отломили эти вот ушки но надпись оставили и раздавали медали без права ношения вот так именно в этом кружке как раз повстречались Екатерина и Константин Иванович Ксидоу одни из последних гнезда Левашова если говорить про дом то здесь уцелила часть отделки первой четверти 19 века наборные паркеты лепные карнизы и прочие атрибуты богатого барского особняка правда вот от сада ничего не осталось вместо сада вырос громадный шестиэтажный флигель построенный в 1910 в 1911 годах ну вот примерно все что я нашел на сайте сети волос и в книге Иванова дома и люди все всем пока всем привет сегодня мы немножко узнали о доме который находится против Михайловского замка фонтанка 18 пока пока до свидания субтитры львове в в в в в в в Продолжение следует...